Всем привет, с вами Дэн и сегодня хотел бы снять небольшое такое кратенькое видео на достаточно важную тему я заметил что частенько на сайте иногда в комментариях я и в особенности на комментариях на youtube многие пишут что дескать эти часы стоят там условно 300 долларов это полное дерьмо такие же должны стоить но там 50 100 долларов вот за эти деньги бы я их взял а вот за 300 это полная хрень и на алиэкспресс можно купить такие же и знаете на самом деле ну иногда на видео и на фотографиях невозможно передать эту разницу в качестве часов потому что действительно вы за 100 баксов можете купить парнис в котором может быть не йота поставлена и за те же самые три там 300 баксов вы можете купить часы тоже принципе китайского производства но которые в каждом компоненте будут несколько лучше чем тот же парнис да и со стороны кажется что ну собственно а в чем разница давайте вот на примере тех часов которые у меня есть сейчас собственно моменты постараемся обсудить вот например часы мидир которые были на жестком тесте у нас и кстати они до сих пор идут и дождат переводится так что шикарные часы на самом деле то есть не надо говорить что все китайские дешевые часы это дерьмо на самом деле не так да там дешево комплектующие но тем не менее часы работают вот эти часы стоят ну по-моему где-то 25 долларов может 20 ну не суть в общем порядок цен понятен здесь метки стрелки сделаны естественно не стали они скорее пластик иногда бывает такая твердая полубумага полупластик я не знаю как точно материал называется вот здесь такие корпус в таких часах сплав часто он покрыт хромом то есть такие часы когда обираются уже там желтенькое появляется если вы знаете либо просто дешевый сплав который быстро ремнется ну и ремешки соответствующего качества и механизм естественно здесь вот кварцевые там и от и а если обычно здесь ну как правило таких часах самые-самые дешевые механизмы с они достаточно ненадежная если говорить о механике ну кварц кварц это кварц понятно что он как правило все-таки более-менее надежная но механика в таких часах достаточно быстро ломается особенно если там есть показатели как таких хронограф или там запас хода или что-то подобное такие часы естественно соответствует своей ценовой категории то есть за 20-30 долларов они отличные и когда я говорю в обзорах что хорошие часы но это за свои деньги они хорошие надо все таки здесь учитывать цену да за эти деньги они хорошие если бы они стоили 100 баксов это были бы плохие часы вот образец следующий это часы альфа тоже из азии да в общем то большинство часов в мире производится в азии надо честно признать такие часы стоит порядка 100 баксов здесь уже механизм получше китайский от сегу по моему вот он уже хотя бы проверяется есть контроль качества в таких часах лучше обработан корпус браслет чуть чуть получше чем на часах за 30 баксов но тоже не самого лучшего качества естественно ну и корпус здесь уже стальной идет стрелочки метки четкие качественные все хорошо сделано вот это в принципе неплохие часы но опять же за 100 долларов потому что здесь можно сказать вот например у меня быстрая резьба сломалась на заводной головке так еще не починил то здесь и браслет не очень качественный данный механизм ну и водозащиты например здесь нет дальше мы идем вы здесь конечно не удивляйтесь но я думаю что не для кого ни для кого не секрет что часы которые там мэйден им да здесь точнее сборка англии написано но понятное дело что часы эти сделаны в азии да скорее всего в китае что в китае сейчас в районе шиньжэне там просто гигантские фабрики промышленность там невероятное количество часов на любой вкус деньги и пожелание делать часы такие стоят уже порядка 300 долларов но здесь они в каждом абсолютно в каждом компоненте на голову выше чем часы за 100 баксов здесь у нас отличная проработка корпуса просто идеально сделанный корпус здесь хороший механизм йота она даже с ротором кастом на то есть это не китайский там до 2 3 грейда сегула уже хороший японский механизм либо а в таких часах может стоять китайский хороший механизм и они часто даже дешевле 300 долларов где-то там 200 250 бывает всякие шанхай и сегул и так далее здесь идеальная обработка корпус просто идеально то есть это уже такие азиатская азиатские часы с европейским таким качеством здесь идеальные метки стрелки все сделано просто шикарно и даже неплохой ремешок это 300 долларов но принципе да вот со стороны казалось бы ну ладно хрень но когда вы берете их в руку начинаете носить вы понимаете что потребительские качества таких часах они изменяются соответственно их цене конечно бывает иногда исключение бывают действительно там дешевые часы прям вот вау-вау-вау во всех компонентах но как правило все таки вы получаете то за что вы собственно и платите ну и как пример здесь еще часы сандос которые хотя и свистмейт но положа руку на сердце сомневаюсь я что это настоящий свистмейт я думаю что часы тоже сделаются в азии по крайней мере корпус стрелки и ду 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 кроме механизма здесь ронда внутри стоит кварцевая ну может быть хотя я думаю собираются они тоже где-то в китае может упаковываться в швейцарии здесь соответственно часы тоже там порядка 300 долларов стоит может чуть меньше и здесь опять же все сделано абсолютно идеальный корпус идеальная обработка и циферблат вы видели мои обзоры поэтому в общем соответственно цене мы получаем качество часов и практически исключений в данной ситуации не бывает и здесь все же я прошу моих читателей и тех кто смотрит ролики на youtube учитывать тот факт что каждые часы соответствуют той цене за который просит если часы дешевые за 20-30 долларов то много от них не ждите но и в то же время не сравнивайте их часами которые сделаны абсолютно качественно да где уже хороший правильный материал и правильный механизм то есть на самом деле да такие часы можно носить они будут работать но вы должны понимать что вот часы которые стоят в три раза дороже да но они и соответственно лучше и по каждому абсолютно каждому пункту материал это уже это уже в принципе не плохие часы такие вот мегиры это такие ну совсем базовые совсем простые примитивные часы но они стоят соответственно в общем вот такое краткое видео сейчас переключим перспективу и сделаем маленький маленький рассказик об одной интересной посылки так а кто это у нас здесь ну-ка давайте-ка посмотрим скорее кто тут спрятался о хо 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 что у нас здесь зим каталог 16 17 год какая прелесть до обожаю зим хотя ни одних часов от этой компании немецкой меня еще не было но наверно надо исправлять до ошибку что прям полиграфия просто чудеса франкфурт на майне так я смотрю что есть и на английском языке история с 1961 года отлично люблю на самом деле когда в долгах пишут историю какие-то важные вехи вот как у них здесь они про всякие стандарты качества пишет это классно это классно такие всегда приятно почитать не просто полистать и посмотреть картинки там какие-нибудь и ценники например здесь здесь ребятки еще почитать смотрите описание их технологии вот это классно вот это немцы молодцы у да тут даже просто уже с графиками температурными вау ну вот это прям класс это что я люблю обожаю такие материалы особенно где полезная информация ну и дальше пошли красавцы я думаю все знаете какие хорошие модели у них есть если не знаете советую зайти на сайт и ознакомиться класс классика ну честно говоря мне кажется все таки ли у них самое главное это такие подводные и хронографы женские модели есть у даже карманные часы вот они их подводные часики в общем есть что посмотрели что выбрать правда цены и цены 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 есть тут по-моему нет но ничего страшного на сайте если не ошибаюсь у них можно найти эту информацию в общем такой вот краткий обзорчик материалов от зим в общем такое было видео у нас начал я про китайские часы закончил настоящими немецкими зимами очень рекомендую заказывать этот каталог у немцев много интересного там всем пока с вами был дэн смотрите слушайте читайте гитатру пока